Ровный асфальт, новые заборы, никаких опознавательных знаков. База отдыха «Феникс» словно притаилась среди густой зелени. Не каждый догадается, что именно здесь проводят свои отпуска сотрудники Краевого Министерства Финансов. Пять домов, правильно? Или нет? Больше. Вы так поняли, что здесь и канализацию меняли, и электричество? Да тут канализации больше не было, они теплотрассу сделали. То есть с нуля практически, да? Да, с нуля. Эти домики благоустроенные? Да, все благоустроенные. Интерес нашей съемочной группы к базе отдыха «Феникс», которая символично возродилась после апрельского пожара, не случайен. Дело в том, что отстроена она была исключительно на бюджетные деньги, то есть на деньги рядовых забайкальцев. Уютные домики с отоплением и удобствами обошлись Краевой Казне в 12 миллионов рублей. Правда, рассмотреть детально, стоили ли постройки таких серьезных трат, нам не удалось. Вмешалась бдительная администратор. Здесь у меня такой вопросик, здесь ко мне пожаловали телевидение. Желаю снимать нашу базу. Вот стоя ответ-то. Женщина тут же созвонилась со своим начальством и уточнила, можно ли показывать журналистам то, что было построено на бюджетные деньги. Ответ был ожидаемым. Ни в коем случае. Все должно скрывать, да? Не, сказали нельзя. Нельзя. Ничего страшного. Туда подъедете, ребята, узнаете. Я не имею права. Амурская 68, там у нас отделение, первый этаж Интегра сидит. Учреждение Интегра, куда нас вежливо отправили, это не какая-то частная контора, как можно подумать, а организация подконтрольная Краевому Министерству Финансов. Тому самому ведомству, которое регулярно жалуется. Денег в регионе катастрофически не хватает. Зато на организацию собственного отдыха нашлись. Но это только одна сторона проблемы. Активисты Забайкальского штаба ОНФ говорят, казенные деньги были потрачены не только нецелесообразно, но и незаконно. Контракт на строительство базы был заключен без проведения обязательных конкурсных торгов. При этом заказчик применения такой упрощенной схемы объяснил режим МЧС. Дескать, в апреле из-за лесных пожаров база почти полностью сгорела. Ее нужно было срочно восстанавливать к началу отпускного сезона. Они как раз говорили о том, что да, там был пожар и уничтожено было имущество. Но на наше усмотрение это не является предметом применения чрезвычайной ситуации для проведения торговли. Жалобу активистов ОНФ уже рассмотрела региональная УФАС, но точка в этой истории не поставлена. Эксперты Народного фронта обнаружили на сайте госзакупок еще один подозрительный контракт. По их информации, в декабре прошлого года для этой же базы «Феникс» по той же схеме, то есть ссылаясь на непонятную чрезвычайную ситуацию, уже были закуплены благоустроенные домики. Тогда на них потратили 14 миллионов рублей. Получить официальный комментарий Министерства финансов нам пока не удалось. Телефонные интегры тоже не отвечают. Однако ЗАП-ТВ продолжит следить за развитием событий. Мария Машанова, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ.